У игровых клавиатур много особенностей. Большой выбор свитчей, которые часто еще и менять можно, разнообразие и кикапов на любой вкус, да и выбор по форме и размеру самой клавиатуры тоже немаленький. Но у них еще есть софт, а в нем, помимо прочего, макросы, которые могут пригодиться не только геймерам. Так а кому еще? Нужны ли они, скажем, в офисе? Макросы в широком смысле – это запись последовательности действий. В играх, например, можно одной клавишей запустить серию действий. Вот так выглядит макрос, записанный в софте клавиатуры. И как можно использовать это для других, не игровых задач? Сейчас на примере покажем, как записать макрос и попробуем найти ему применение. Вот игровая клавиатура. В ее софте нас интересует вкладка «Управление макросами». Куда нажимать дальше? Разобраться несложно, кнопки все подписаны. Но для начала можно создать новый профиль, чтобы экспериментировать в нем, а при необходимости переключаться обратно на чистый профиль, без макросов. Для создания макроса нажимаем вот этот плюсик. Появляется новый макрос. Его можно по желанию переназвать. Кнопка «Запись» запускает… запись, то есть регистрацию всех нажатий. После нажатия «Стоп» макрос готов. Первое ограничение – макрос не видит и не запоминает перемещение мыши. Но положение курсора с некоторыми ограничениями можно задавать с клавиатуры. Например, двигать вот так. Или вот так. Придется обойтись без мыши. Почему так? Понятно. Этот софт все-таки клавиатурный. В Windows вообще можно много куда зайти без мыши. Но начнем с простенького. Если регистрируется нажатие клавиш, значит программа, наверное, может запомнить и текст. Включаем запись, набираем шаблон документа, останавливаем запись. Нужно не забыть назначить макрос на определенную кнопку и сохранить. В этом софте, к сожалению, запуск макроса можно повесить только на одну клавишу. На комбинации или на Fn-слой не получится. Поэтому желательно выбирать ту кнопку, на которую будет меньше шансов случайно нажать. Все. Выбираем место. Жмакаем клавишу. Текст заполняется. Но с той же скоростью, что мы набирали его при записи. Возвращаемся в софт. О, в этом столбце указана скорость. Можно ее поменять, но только по одной строчке за раз. Но менять это как-то не очень быстро. А вот если включить до записи вот эту кнопку максимальной задержки и выставить, скажем, 10, то при запуске макроса все пройдет намного быстрее. Работать такой макрос будет независимо от места применения. Последовательность хранится в памяти самой клавиатуры. А это значит, что любой стандартизированный текст можно использовать где угодно. Приветствие, прощание, подпись писем. И то же самое будет работать на другом ПК. Даже настраивать ничего не нужно будет. Большой плюс, что если один раз правильно записать макрос, то ошибаться он не будет. В отличие от человека, последовательность нажатий не опечатывается. А если ошиблись при записи, то поправить текст в макросе несложно. При поиске ошибки нужно обращать внимание, что программа регистрирует как нажатие, так и отжатие клавиши. Если отжатие убрать, программа будет считать, что клавиша нажата постоянно. Еще безошибочный текст поможет при заполнении однотипных тегов в соцсетях. Ну или для примера скобочки можно проставлять с расположением курсора уже в них. Но есть и немного другое применение макросов с текстом. Ввод логинов и паролей, или любой другой информации в полях для ввода. Но тут уже нужно кое-какое перемещение по окошкам. Можно использовать клавишу табуляции, а на же Tab. То есть во время записи макроса просто нажимаем Tab после ввода логина. И только после этого вводим пароль. Но лучше заранее проверять, как это работает на практике. Особенно в местах, где аккаунт блокируется после нескольких неверных попыток. Ну и второй момент, который касается такого использования. Безопасность. Безопаснее всего хранить пароль все-таки в голове. Потом на аналоговом носителе, скажем в блокноте. И только потом уже в каком-либо софте. Но софт клавиатуры все равно лучше, чем автозаполнение от сторонних программ. Которые хранят большие базы, которые бывают утекают в сеть. Так, а если хочется, чтобы программа, например, браузер, еще и запускалась сама. В правильных полях заполнялась нужная информация. И можно было бы сразу пользоваться. Есть несколько условий, чтобы так макрос работал. Для начала браузер нужно запустить. И без мыши можно сделать это несколькими способами. Например, с ярлыка на рабочем столе. Ок, сейчас сделаем с него. Чтобы не пришлось ставить выделение всегда на одно и то же место, потому что от него будет двигаться курсор, нужно переместить его, скажем, в левый верхний угол. Для этого подойдет пейджап. Прожимаем его первым. После этого стрелочками перемещаем туда, где находится нужный ярлык. И дописываем Enter. Проверяем. Ок, работает. Но такой запуск работает только, если не перемещать ярлык в другое место. Поэтому другой вариант запуска приложений через команду «Выполни». Ее можно запустить через сочетание Win плюс R. Обычно там уже набрана последняя выполненная команда. Но можно прописать новую вручную. А так принцип тот же самый. Только отвязанный от положения ярлыка на экране. Можно дополнить запуск браузера еще и переходом сразу на нужный сайт. Или даже на все нужные страницы. А то и все рабочее пространство можно приготовить к привычному использованию, нажимая всего одну кнопку. И важно, что все это хранится в памяти самой клавиатуры. А значит текстовые макросы, которые упростят заполнение однотипных форм или пароли, которые не придется помнить, можно будет вводить всего одной кнопкой на любом даже не подготовленном ПК. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...